5 вариантов. Несколько лет назад Оксана с мужем и сыном переехала в Одессу из Николаева. Семья купила квартиру в новострое ЖК Одесский двор на Цветаево. Супруги завели еще одного ребенка и планировали дальнейшую счастливую жизнь. Они тогда даже подумать не могли, что столкнуться с регулярными отключениями света. А отключение света влечет за собой отсутствие воды в квартирах, так как система водоснабжения работает на электронасосах. До этого были перебои тоже. Мы не ожидали, не думали. Так как сейчас мы просто очень нам тяжело, потому что мужу приходится носить воду каждый там три раза. Очень тяжело содержать чистоту, а с ребенком еще хуже. То есть мы уже не знаем, что делать. У нас просто уже нет сил. Из-за отсутствия электроснабжения отопления в квартирах тоже нет. Ведра, в которых муж носит воду после работы, газовый баллон, на котором Оксана готовит еду, свечи, фонарик и, конечно, теплые зимние вещи стали основными атрибутами домашнего быта для семьи. Этот баллон был приобретен много лет назад. Мы нечаянно его перевезли. Мы думали его выкинуть. На самом деле у нас спас сейчас ситуацию. Но еще проблема в том, что сейчас очень плохой газ. И для того, чтобы что-то подогреть, вот он очень плохо горит. Вот мы меняем уже, в две недели поменяли уже два раза баллон. Катастрофическая ситуация не во всем жилкомплексе, а только в двух парадных девятой секции. Люди говорят, что при сдаче объекта в эксплуатацию их не включили в ОСМД. И теперь они не могут заключить договор с РЭСом. Дом сдали еще в конце 20-го года в ГАСК. Сертификат выдал, что дом готов. Вот. В марте нам включили светотрансформатор для подстанции, уже пробль 68 по физическому тарифу. Вот. Летом нам его отключили. Сказали, что не выполнен ИТУ, не подписан договор. Дом не передан на баланс ОСМД. Там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на почве этого там разгорелся конфликт с председателем ОСМД. То есть, она ни под каким видом не хочет нас принимать в ОСМД. Хотя, ну, как бы любой юрист говорит, что мы автоматически становимся, стали совладельцами, да, то есть, мы входим в ОСМД. Председатель ОСМД Юлия Романюк обвиняет в сложившейся ситуации самих жильцов. Однако, пояснить, в чем именно на камеру, отказалось. Люди обращались к городским чиновникам, но в райадминистрации тоже ничем им не помогли. В компании ДТЭК заявили, что секция не подключена к электросетям, так как застройщик фирмы Эдельвейс Плес не разработала проект электрообеспечения объекта, а также отсутствует документ передачи дома на баланс управляющей компании. При этом, десятая секция не имеет проблем с энергоснабжением, а девятая имеет. Обе секции ввели в эксплуатацию одновременно. Ситуация, мягко говоря, запутанная. Что-то непонятное с документами, потому что хоть нас и сдали одновременно, вот в договор с РЭСом одиннадцатая парадная попала, вот, а девятая секция, это вот двенадцатая-тринадцатая парадная, они не попали. Вот, то есть в марте в свет нам включили, мы приносили квитанции, мы оплачивали на СНД, вот, ну а в июле оказалось, что у нас даже нет договора, подключение незаконное, там и так далее, ну, то есть непонятно. В понедельник жильцы двух парадных Одесского двора перекрывали дорогу на соседней улице Мечниково, но и акция прямого действия не дала результата. Люди настроены крайне решительно, ведь так жить дальше невозможно. Репортер будет следить за развитием событий. Константин Гречан и Владимир Ивжич и весь телеканал Репортер будут внимательно следить за развитием событий.